привет друзья сегодняшняя тема моего эфира про желание кому интересно я начала сейчас stories рассказывать историю начала вернуть этой истории что я наклеила на стену на самое видное место нарисованные денежки 8 лет назад и я вдруг подумала сидя в съемной квартире вот что я хочу свою квартиру я хочу машину у меня вот прям жгучие такие резкие желания возникли что я сделала я нарисовала денежку написала 600 тысяч я посмотрела сколько стоит машину которую я хочу вот написала на машину красивую такую денежку на 2 я написала денежку не помню какая сумма была точно вот на квартиру я целый месяц смотрела на эти денежки ничего не происходило вообще не повышение дохода никаких но я блин свято верила что у меня все будет через месяц я поняла то что вообще никакой движухи нету но я же ничего не делаю я продолжаю работать свою работу жизнь как жила и пропускаю там все знаки которые могли приходить ко мне вот я думаю все надо распрощаться со своими желаниями распрощаться с этими денежками нарисованными которые прям визуализировала и что вы думаете как только я отпустила свои желания смирилась что ну если надо придет если не надо ну и хрен с ним вот и у меня началась череда событий просто нереально какая-то вот череда которая через месяц меня привела что у меня была своя собственная квартира на два уровня то есть пятый шестой этаж два этажа внутри квартиры лестница очень крутая квартира мне хватило и на ремонт вот и купила я машину это все произошло в течение месяца я начала делать самые несвойственные для меня вещи то есть вот когда я отпустила вот этот момент что все принимаю как есть мне попадается ролик как купить квартиру без денег я не помню фамилию там два парня показывали разные схемы как можно пойти к застройщику поговорить с ним как правильно с ним разговаривать чтобы он дал без рассрочки без кредита без каких-то процентов квартиру там на год на два на уровне там котлована без оплаты без первого вноса и он учил как это делать я всю ночь смотрела эти ролики и утром проснувшись там чуть-чуть поспала мне звонит один парень и говорит или я тут недвижкой занимаюсь хочешь я тебе дам классного застройщика вот ни с того ни сего позвонил парень я крот чтобы вы знали из дома меня вытащить это просто можно в крайних случаях когда покупаю билеты и куда-нибудь лечу в другую страну вот для меня очень сложно выйти погулять если мне не выгулять если кто-то со мной не пойдет я вообще не хочу вот а тут у меня такое желание говорю давай застройщика я еду к этому застройщику я социопат людей на улице вообще боюсь вот идти и делать какие-то вещи с кем-то разговаривать с кем-то договариваться для меня страшно я даже трубки телефона не беру это вот я вам рассказываю до свою ситуацию что он для меня поехать к застройщику и о чем-то с ним разговаривать поучившись на ролике это что-то вот прям сверхъестественное я даже трубки не беру когда вот sony ericsson и помните были я никогда не разговаривала по телефону мне даже мама никогда не звонила вот она мне пишет либо голосовое сообщение либо эсэмэск по интернету мне режим самолета уже куча лет вот когда у нас телефоны понялись лет двадцать назад да я уже не помню мне 20 лет режим самолета я не разговариваю с людьми я не могу я не люблю вообще по телефону когда звонят выйти на улицу с кем-то договариваться едут застройщику у меня на счетах на карточках 50 тысяч рублей но это такая сумма которая несгораема у всегда была на еду на оплату квартиры на дорогу вот застройщик не делать такую скидку делает рассрочку на год и у меня появляется квартира квартира в нем можно сказать на следующий день даже появилась машина вот мне появляется квартира и застройщик говорит проценты не надо накрутки никакой не надо кредиты никакие не надо просто мы делаем с тобой договор ты делаешь долевое строительство я соглашаюсь я не знаю как я буду отдавать ему деньги каждый месяц вообще без понятия вот просто не знаю квартира должна строится около двух лет сейчас у меня нормально слышно я вроде как микрофон приоткрыла но квартира у меня появилась на бумагах только через месяц она еще не была моя потому что денег я за нее не заплатила вообще дальше череда событий идет такая я работаю по рекламе в среднем настройка рекламы у меня была тогда 100 тысяч рублей но у меня был большой офис и мне с рекламы оставалось 1015 с такого клиента потому что нужно оплатить аренду и там компьютеры у меня были куплены которые нужно купить то есть всю эту амортизацию столы у меня были куплены наняты сотрудники я платила налоги все это было официально сотрудников было офис у меня был большой то есть пока всем зарплаты дальше потому что я делегировала свою работу вот и у меня оставалось мало я точно знала клиенты такие которые платят по 100 тысяч за настройку рекламы и там по 5 по 10 тысяч в месяц заведение этой рекламы потом таких денежных клиентов но много не найти естественно вот поэтому доходы я не думал что они у меня вырастут этот мне звонит один парень мне пишет мне звонит пишет тоже буквально через пару дней это знак что на или давай сделаем коммерческое предложение одной очень крутой известной компании с огромными миллионными оборотами меня туда взяли менеджером а я за тобой типа слежу вы меня не знаете вот я за того слежу за твоими видеороликами по рекламе я раньше очень много делала рекламы твои рекламы видео и курсов по рекламе вот он за мной следил был подписчиков говорит вот я в этой компании устроился менеджером я рекомендую там разных посредников им сейчас и вот нашел тебя типа давай ты будешь им делать яндекс директ сделаешь аудит сайта а для этого тебе нужно предоставить такое коммерческое приложение чтобы они там просто ахнули а я на планерке это твое предложение предоставлю я не спала двое суток но я сделала это коммерческое предложение я сделала расчеты на год там на месяц на неделю траты в день там что 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 это очень аудит такой провела рекламной кампании посмотрела там что у них и потребовала 600 тысяч рублей каждый месяц в течение четырех месяцев чтобы они мне платили потому что там ну реально траты на яндекс были пару миллионов рублей они продавали квартиры по всему краснодарскому краю как новостройки так и вторичку так коммерческое жилье вот и они блин посмотрели мое коммерческое предложение взяли а у меня руки тряслись как это такой компании сделать коммерческое предложение попросить 600 тысяч то есть я начала делать вещи которые мне не свойственны выходила из зоны комфорта и получила 600 тысяч через месяц то есть я делала настройку предоставила всю рекламную кампанию сделал скрины личного кабинета и через месяц они мне платят первые 600 тысяч как раз на мою машину вот как раз на мою машину что ты в которой мне нужны на следующий месяц они мне платят еще 600 тысяч я помимо того что я с этой компании работала у меня повысились доходы с другими компаниями потому что я начала всем делать офигенные коммерческие предложения и предлагать сама свои услуги то есть до этого они меня находили а тут я сама свои услуги я просто находила разные компании делала офигенную презентацию и ехала и им прям это все рассказывал для меня приехать пообщаться с людьми это просто капец это надо выпить не знаю бутылек валерьянки вот чтобы приехать в какую-то компанию что-то им рассказывать но для меня это вообще зашквар вот но я начала это делать пошла во все свои страхи на второй месяц я платила за квартиру 600 на третий месяц тоже 600 и у меня вот была выкуплена за несколько месяцев полностью квартира то есть мне не нужно было даже рассрочку эту платить вот на третий месяц я купила вторую квартиру там у меня уже доходы пошли вот вот вся история какие здесь выводы когда мы с вами какое-то желание загадываем в этот же момент вы получаете столько энергии столько возможностей столько ресурсов которые могли бы исполнить это желание но сейчас давно дойду к нам начинают приходить люди к нам начинают приходить знаки к нам начинает приходить информация и эти люди эти знаки эта информация она выводит нас из зоны комфорта наши привычные действия игнорировать это все и поэтому наше желание не получаем вот но как только вы что-то захотели люди информация приходит сразу новая зашкварная нужно просто подавить себе как-то этот страх и пойти в этот страх и внимательно следить вот за реальностью какие ситуации начинают происходить и пытаться не игнорировать ну вообще никакие знаки кто-то что-то сказал кто-то кого-то куда-то позвал кто-то что-то дал где-то вы слышали где-то что-то прочитали надо вникать сразу в эту информацию потому что при любом желании у нас сразу разворачиваются все события до чтобы его исполнить мгновенно у нас все ресурсы есть но наши мысли шаблоны в голове в первую очередь что говорят ой не 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 получится какой застройщик ой какое коммерческое предложение я так не делаю я не буду а вдруг это же страшно вдруг вот реально не получится вдруг я сделаю это будет ну там плохо для всех а я деньги взяла ну или еще что то то есть вот куча куча мыслей любые отговорки могут быть нам нужно в первую очередь если есть такие отговорки до их выписывать чтобы зафиксировать и понять да что они есть и придумать как мы можем их решить например а вот я сейчас возьму услугу какую-то сделаю а эта услуга не понравится я же деньги взяла хорошо сделайте такую безопасную сделку что не тратьте эти деньги если что-то не получится вы всегда можете эти деньги вернуть если что-то не понравится да вы всегда же можете аннулировать это все вы всегда можете то есть просто деньги не тратить решить этот вопрос каким-то образом а мы изначально сразу своим умом останавливаем себя да и не 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 я деньги не возьму не 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 я приеду и буду как дура себя вести они мне не поверят я им не понравлюсь мое коммерческое предложение не понравится вот то есть самое главное это первое знать что при любом желании первое событие сразу начинает разворачиваться сразу приходит информация вы просто ее не замечаете да не внимательны мы до что вокруг происходит придут люди знакомые незнакомые случайно не случайно событие начинает разворачиваться главное себя не отговаривать если какие-то мысли словили выпишите их да и проработайте их обязательно может быть это будут шаблоны можно трансформировать эти шаблоны как я в разных эфирах и в книжке в своей если бы не это то точно был бы счастлив называется книжка как трансформировать шаблоны там есть десять способов решения ну любой отговорки которая у нас есть в голове да чтобы она нам не мешала двигаться чтобы нам не страшно было чтобы мы двигались шли вперед вот поэтому просто сидеть мечтать вот я чет хочу это сложно ну то есть так ничего не получится получится только если вы действовать будете на причем эти действия тысячу процентов не такие которые вы делали раньше потому что если бы эти действия которые вы делали раньше работали вы бы уже это получили но если ваши действия которые вы делаете обычно не приводят вас к результатам соответственно вам действия те нужно сменить соответственно уже так поступать не надо отговаривать себя не надо так что вот делайте выводы оставлю я этот эфир надеюсь вот это моя маленькая история вам чем-то поможет и хочу секунду рекламки сюда вставить я написала чек-лист как форм формулировать писать ваше желание и что делать чтобы они исполнились я этот чек-лист писала на основании уже давно его написала вот как раз вот этой истории и там все подробно по полочкам я разложила чтобы вы прям задумались как вот вот этот путь пройти правильно на что ваше желание исполнилось и вы свои возможности не профукали потому что наш ум нас уводят постоянно если есть вопросики могу ответить и пойду я просто хотела самый вот такой короткий эфир сделать про желание проводишь марафон что нужно для этого я уже сто лет не проводила ни марафоны не курсы вот я подумал над этим может быть что-нибудь опять сделать да всем привет добрый день классного дня ну раз вопросов нет ладно я пошла в общем делайте выводы первое отпускаем ожидания второе внимательно вот следим за вот этим всем что вокруг начинает происходить но вы четко должны сформировать свое желание в чек-листе все это есть вот и как раз отзывы и идти туда куда вас зовут люди вот это в первую очередь потому что наши ресурсы именно в людях именно люди приносят информацию и именно они приходят нашу жизнь чтобы показать куда нам двигаться когда у нас возникло какое-то желание если вы что-то хотите но при этом закрываетесь от людей не любите людей не общаетесь с ними там не выходите на связь нет у вас там каких-то посиделок с друзьями или в интернете мало общаетесь в группах не состоите то конечно шанс получить эти возможности значительно снижается самое главное это люди вот и они нам всегда сразу прям мгновенно приносят информацию как только у нас появилось какое-то желание любое надеюсь вы послушайте моих советов потому что все остальные желания по жизни за эти восемь лет ну и до этого у меня так было просто я не отслеживала всегда сбываются через людей вот только о чем-то подумаешь сразу кто-то пишет кто-то приходит кто-то появляется баячит на горизонте неважно знакомый или незнакомый и подкидывает какую-то идею вот если ты эту идею начинаешь воплощать то ты тысячу процентов получишь свое желание если ты проигнорируешь эту идею который люди принесли потому что ты создаешь на пути своем сам этих людей да которые просто тебе помогают в идеях вот может быть даже не в идеях каких-то посильных какая-то посильная помощь будет вот поэтому не закрывайтесь желайте мечтайте все желания у нас всегда сбываются только иногда когда желание сбывается мы их не замечаем потому что они может быть в какой-то другой форме исполнились например девушка хотела платье банальный пример вот из недавней истории меня подружка хотела платье и она когда уезжала от меня она говорит то что я так и не купила себе платье желание не исполнилось бла-бла-бла при этом у нее в чемодане лежит совершенно новое офигенное дорогущее платье которое я ей подарила она даже это не увидела и не осознала что желание ее исполнилось она хотела платье она его получила но она же его не купила она же лично не пошла в магазин вот и часто наши желания исполняются таким образом как-то со стороны да что мы просто это игнорируем будьте внимательны все целую всех обнимаю пока пока